Это ж сколько сюда тропинок-то протоптано было бы, если б не главное связующее. Магнитогорец, поняв, что миллионером не станет, стал жить посредством. А жить посредством-то можно, не переплачивая посредникам. Естественно, нужна база с оптовыми или почти оптовыми ценами, а лучше рынок. Или в нашем случае торговые ряды. Естественно, нужно, чтобы было тепло, естественно, дешево. К слову о торговле. Рынков прибавляется, как и торговых центров. Другое дело цены. Там, где много кафеля, как-то недешево. Там, где всего навалом, в смысле леса, кирпичей и арматуры, тоже как-то не камильфо. Там, где много всех, запутаешься и попадешь на качество. Торговые ряды на автомобилистов как-то больше привлечают тем, что здесь есть действительно все и для всех. Хотите проверить? Не проблема. Доступно объясняем, где это находится. Там же, где все дешевое. То есть по советской, на север, до вокзальной. А там едем в сторону Соленого. Но не надо пропустить самый загруженный поворот. Вот он. Справедливости ради заметим. Поговорятся и найти можно. Но чтоб компактно, с комфортом и в тепле, так это в торговых рядах на автомобилистов. Это же как в городе Магнитогорске получается. Строят большой-большой торговый центр. Вроде бы в нем должно быть тепло, сытно и комфортно. Но приходит дяденька, приносит пакетик денежек чуть побольше, а может быть в два раза больше, чем остальные вместе собирают. И всех тех, кто раньше жил счастливо, просят. Сколько раз такое было? Сколько раз менялись арендаторы крупные в том числе? Да это история бесконечная. Все же в город Магнитогорск приезжают для того, чтобы деньги повыкачивать. А что же делать мелким бизнесменам? И вот ехать только сюда, на торговые ряды на автомобилистов. И в свое время сюда первыми приехали строители, которых подвинули с торговых центров. Дело пошло. А потом уже все остальные поняли, что такая хорошая, в действительности хорошая торговая точка, сочетающая комфортные места для торговли, причем комфортные места еще и отапливаемые. То есть не надо электричество сжечь. Что еще надо? Да больше ничего и не надо. И сегодня, и сейчас здесь на торговых рядах на автомобилистах есть в действительности все. От трусов, ну и до гробовой доски, извините. Да, можно было бы долго перечислять каждого, но у каждого будет своя попытка. Сделать дешевый ремонт, не попадая на качестве, здесь. Ребенка одеть, игрушками позабавить, опять сюда. Дом, дачу, огород или все это в произвольном порядке. Снова в эти ряды. Порядка 100 предпринимателей иногда конкурируя, но в большинстве созидая, делают место, где есть все. И покушать здесь можно купить, и попить, и за копейки много еще прикупить. То есть, некоторое время назад у меня закончился кризис. То есть, последние долги, да, последние долги, были они у меня такие, иначе бы я не смог сделать ремонт в трехкомнатной квартире, и отдал. Порвал автомобиль. После этого я говорю, что кризис закончился. Поэтому, даже если вы думаете, что мне можно заплатить деньги, я скажу то, что вы хотите, это абсолютно неправда. Потому что мне надо убедиться, так ли это на самом деле. То есть, если я говорю, что здесь самые дешевые цены, то я проверил, это самые дешевые цены. К примеру, на светильнике в сфере света отличные ковры вот прямо напротив будут, в Марракеши. Ну и так, просто вам гарантирую, что покопавшись здесь, на торговых рядах на автомобилистах, вы найдете действительно самые дешевые цены. Ну а что вы думали? Мне в лом, что ли, проехать километр, и купить либо в два раза дешевле, либо тупо тыщенку не просадить. Да так думают многие, и это правильно. Жить достойно придется, живя экономно. И так будет минимум в 20 лет. Как-то так. Мы 25 лет прожили, пора привыкать. Да не каждому дано свалить из рашки. Кстати, не у каждого и получится жить за бугром. Для этого закоренелым прагматиком надо быть. Но если найти для себя место прикормленное, место, где пасутся тысячи, то уж поверьте, даже при снижении доходов в два раза, расходы во столько же и сокращаются. Здесь, в торговых рядах на автомобилистов. Вот так вот бывает, да, на халявах хлопнулось ведро с рекламой. Дело в том, что павильон номер 59 торговых рядов на автомобилистов в рекламе не нуждается. Здесь и так самые низкие цены. Здесь я тарюсь, здесь всегда очень много народу. Потому что предметы домашнего дохода для ваших электронных питомцев продаются по самой низкой цене. Именно здесь флешки, компакт-диски, мышки, да все, что вы рано или поздно ломаете. Особенно это актуально для любителей игры в танчики. Вот ведь как, сделать рекламу, не разрекламировав ни один павильон. Другим бы на заметку. Вы сами себе по истечении срока свой конспектик-то напишите. И поверьте, будет что описать. Мы в завершении для вашего уведомления позволим напомнить путь-дорожку вместо низких цен. В принципе, я сомневаюсь, чтобы кто не знал. Ну да ладно. Едем по советской до вокзальной. И не едем прямо. Там жадный до рекламы рыбник есть. Мы повернем налево в сторону озера Соленого. Тут потихоньку, разгояться не надо. На этом перекрестке, мимо водительского быдла, пытающегося повернуть налево, застопорив два потока, вместо того, чтобы на круговом развернуться, проехать не удастся. Там направо. И в принципе, 100 метров до торговых рядов на автомобилистов. Ну а дальше сами разберетесь. Не мне вам советовать. Продолжение следует...